Если у вас возникло желание почистить свой организм Я понимаю, что вы хотите жить лучше и дольше И полностью вас в этом поддерживаю В интернете есть множество различных систем очищения Каждая из которых имеет свои плюсы и свои минусы Я предлагаю вам систему очищения маслами С помощью которой вы сможете не просто очистить свой кишечник Лимфу, легкие, кожу, улучшить работу печени и всего организма Вы сможете поддерживать свой организм в таком состоянии Вы же прекрасно понимаете, помните фильм летучая мышь Как там Довиченко сказала, пыль это такая зараза Не успеешь ее убрать, набирается по новой Так вот и с очищением организма Пока у вас идет обмен веществ Вы не просто пользуетесь благами цивилизации Вы еще немножко загрязняете свой организм И система очищения должна работать в режиме реального времени И просмотрев это видео до конца Вы узнаете, когда нужно проводить очищение В какой последовательности нужно очищать организм Ну и как очищать свой организм правильно и безопасно для здоровья С помощью обычных масел Ну, первый вопрос, когда нужно проводить очищение? Ну, безусловно, очень хорошо Если вы думаете еще, начиная с детского возраста И в детстве начали заниматься своим здоровьем Ну, одна из запубликованных книг Как помочь больному ребенку Вы видите ее на своем экране Но не все начинают в этом возрасте Но вы знаете, ну, в каком бы возрасте это не возникло В желании Я понимаю, я вас приветствую Потому что вы думаете все-таки о своем здоровье Вы дошли до того, что все-таки Организм сам восстанавливается Ну, медленно Ему нужно помочь Поэтому в любом возрасте Очищение проводить нужно Сезон года Ну, осенью, да, понятно Осень, там, холода Организм загрязнился Надо помочь Зима, понятно Тоже пища тяжелая Тоже нужно помогать очищать организм Весна Витаминов уже не хватает Микроэлементов не хватает Здоровье падает Тоже нужно как бы ему помочь очиститься Летом вроде как не нужно очищать Вы знаете, это тоже период года Когда нужно проводить очищение Опять-таки напомню Обмен веществ идет круглый год И очищать организм Нужно круглый год И 24 часа в сутки Систему, которую я сейчас предложу Она как раз Это и выполняет Она отвечает этим условиям В какой последовательности нужно очищать? Ну, понятно Я бы начинал, честно говоря, с кишечника Желудочно-кишечный тракт Несмотря на то, что это наружная среда вашего организма Но через нее идет система питания Если там лежит грязь Конечно, вы понимаете Что в кровь будут всасываться Не самые лучшие компоненты Во-первых, шлаки там Какие-то залежи Которые могут находиться В разных отделах пищеварительной системы Они мешают работать В системе пищеварения собственно Ну и всасывается многое в кровь А площадь громадная Ведь площадь кишечника Почти 1300 квадратных метров У кого есть приусадебный участок 6 соток Это 600 квадратных метров То есть два приусадебных участка И кусочек дороги Вот это площадь кишечника На который можно разложить Кучу токсических веществ Кучу различных отходов Которые будут мешать всасыванию питательных веществ Ну, второй орган Которому нужно помочь работать Безусловно, это печень Ну, вы знаете, это главный фильтр вашего организма Понятно все, что не удержали вы в кишечнике Всасывается в кровь И идет на ревизию печени Справляется печень с этим прекрасно Если не справляется Ну, хуже Уровень здоровья начинает падать Но Очистить печень невозможно Запомните это раз и навсегда Как только вы начинаете экстремально относиться к печени Вы экстремально относитесь к своему здоровью И можете очень серьезно пострадать Вот та самая дискинезия желчного пузыря Которая фактически Нарушая моторику желчного пузыря Немножко мешает Работе печени Только вы начинаете экстремалить Начинаете заставлять пузырь сокращаться Более интенсивно Вы знаете, ну У меня было несколько пациентов Которые после слепого зондирования Оказывались в реанимации И это нормально Я понимаю прекрасно Что если перекрутки, перевертки, перегибы, там Перетяжки В желчном пузыре и протоках Имеют значение при неправильном питании То при экстремальном отношении Великолепное, мощное значение имеет И возникает очень серьезная проблема Поэтому очистить печень невозможно Я знаю, что это такое Знаю, с чем едят печень Как ей помочь правильно работать Такая книжка Так и опубликовала ее Что делать, если у вас есть печень В ней опубликовано 50 различных систем Которые так или иначе мешают работе печени Вы их можете легко найти в интернете Они нарушают работу печени И мешают работе всего вашего организма И очистить печень невозможно Просто невозможно Можно очистить желчный пузырь от камней Но ценой риска Того, что вы окажетесь в реанимации С обосредением желчекаменной болезни Камни носит, напомню, каждый третий человек 30% людей Носит камни в желчном пузыре Если вы об этом не знаете То при экстремальном очищении Чуть позже об этом скажу Можете попасть в проблему Но тут можно попасть и в иную проблему Есть еще синхронно желчным пузырем Работает хронический панкреатит Желчный пузырь, поджелудочная работает Если есть хронический панкреатит А при дискинезии, как правило, он уже присутствует Здесь можно попасть еще на одну проблему Вы знаете Вот так вот очищать печень невозможно Можно создать условия При которых печень будет восстанавливаться сама За несколько часов или дней Печень восстановить нереально Печени нужны недели и месяцы Правильного к ней отношения И только тогда она может самостоятельно восстановиться Поэтому быстрая система очищения Забудьте о них сразу Они только ставят вашу жизнь Под угрозу и ваше здоровье тем более Очищать лимфу тоже нужно Вы знаете, когда используют овощные и фруктовые соки Я понимаю, что их можно использовать для вашего здоровья Но для очищения лимфы это миф В лимфу идут только жиры Или масла И если вы знаете, что такое правильное питание То ваша лимфа в принципе очищается самостоятельно Потому что ей помогает работать печень Печень очищает лимфу А жиры и масла только помогают Этому процессу совершаться более эффективно Если вам нужно больше про правильное питание Есть такое видео на моем канале Консультация врача-диетолога онлайн Можете подписаться на канал И легче найдете его Чтобы вы не потерялись в интернете Ну чуть позже я об этом еще скажу Очистить полость рта Да, крайне важно И восточные системы на этом делают громадный оценок Что вы должны сделать с утра Очистить рот Каким образом полоскать его маслами Да, конечно Можете это делать Но Когда рассказывают, что растительное масло Является антибиотиком Немножечко говорят неправду Растительное масло никогда не будет антибиотиком По той простой причине Что там нет активных веществ Которые убивают бактерии А вывод делают по другой причине Растительное масло Никогда не портится благодаря бактериям Или из-за того, что там появляются бактерии Варительной системы 1300 квадратных метров Думаю, что полость рта существенно меньше Если вы вместо того, чтобы полоскать полость рта Просто проглотите правильно растительное масло О чем я скажу чуть ниже Вы очистите свой раунд значительно лучше И значительно быстрее и эффективнее Поэтому хотите полоскать, полощите Не хотите полоскать, не полощите Я бы срезал вам не терять время на это А просто правильно кушать Очистить легкие, да Масляные ингаляции известны Их можно использовать Вы знаете, они хорошо покрывают Поверхность дыхательной системы Да, мокрота становится более такой Жидкая, она легче выходит Но если с растительным маслом Заходит какой-то антибиотик Например, масло из травы зверобое сделали Да, зверобой великолепный антибиотик Он хорошо убивает бактерии Которые будут находиться на органах дыхания Ну, очистить таким образом легкие Думаю, что очень трудоемко тоже эта система Чуть ниже я вам скажу Как легкие очищаются проще, легче Одним движением Вы знаете, можно усложнять систему А можно упрощать Я предполагаю второй путь Чем проще система Чем она исполнимее А исполнимость системы Это ее эффективность в том числе Она резко увеличивает эффективность Потому что когда сказать Что для лечения каких-то заболеваний Нужно встать не просто на голову На уши Вы знаете, ну это только осел Может встать на уши Потому что они у нее достаточно длинные Ну кролик может еще встать Человеку очень сложно встать Сразу на два уха Но здесь возникает Что система неисполнима Но если бы встали Все, здоровье прямо ваше Вы знаете Нужно просто понимать И масляные ингаляции Да, по потребности Они возможны Но если у вас нет Острой патологии Со стороны органов дыхания Вы можете очистить легкие Совершенно другим путем Чуть ниже я об этом скажу Очистить кожу Тоже да Здорово Но вы знаете Масла тут имеют Старостепенное значение Первостепенные все-таки Какие-то скрабирующие элементы Помогают очищать кожу Потому что если вы просто Используете растительное масло Которым покрыли поверхность кожи Вы же понимаете Что кожа дышит Там есть потовые и сальные железы Которые выделяют какие-то секреты Очищают вашу кровь Стоит вам закрыть эти поры маслом И вот эта система Самоочищения кожи Нарушается И очищение вашего организма Нарушается Поэтому если хотите Маслами использовать Масла для улучшения Состояния кожи Очень заморочливая система Нужно их комбинировать С другими компонентами Которые помогут это сделать Вы знаете Лучше для кожи Все-таки животные жиры Они более симпатичны В отношении кожи Ими лучше подпитать кожу Лучше улучшить Ее внешнее состояние Очистить организм Да, конечно нужно Но вы знаете Масла помогают это сделать Но еще более эффективно Это будет При правильном питании И тут я подхожу уже Как же все-таки использовать Масла Для оздоровления организма Ну первое Количество 5 грамм масла Растительного Это равно 1 чайная ложка Эта доза Достаточно для того Чтобы сократился Желчный пузырь И та грязь Которую печень За последних Несколько часов Нашла в вашем кровеносном русле Из желчного пузыря Ушла в кишечник И прекрасно Все здорово В принципе Наибольший эффект От такого приема масла Если вы принимаете За полчаса до еды Тогда вы получаете Обволакивающее действие По отношению к пищеводу К желудку Вы получаете Мягкое желчегонное действие Повышаете увеличение секреции Сока поджелудочной железы Вроде как Все здорово Но Если у вас нет Хронического панкреатита Если есть хронический панкреатит Принимать масло За полчаса до еды Ну Мягко выражаясь Опасно Потому что Легко превратить Хронический панкреатит В острый панкреатит Потому что Если вы до этого Долго не кушали У вас был хороший Застой желчи И поджелудочная Ждала Очередного приема пищи И тут вы взяли Дали чайную ложку масла Желчегонный такой стимул Сокогонный стимул Может привести к тому Что ситуация Может обостриться Дискинезия Может на это плохо Сореагировать И поджелудочная Поэтому Если вы не уверены В состоянии Желчного пузыря И поджелудочной железы Вы должны Сокращать Разрыв Между приемом масла И приемом еды И самый безопасный способ Употребления масел Это Прямо перед едой Или во время еды То есть вы смешали С продуктами питания То есть в этом случае Все прекрасно Но вы же хотите Получить больше Для здоровья Тогда вы начинаете Увеличивать дозу Увеличение дозы До десертной Столовой ложки На один прием В принципе допустимо Но опять таки Чем больше доза Тем больше стимул Для желчного пузыря И поджелудочной И есть риск Обострить ситуацию В этих зонах Плюс вы Что еще и получаете Увеличение дозы Масел А масла имеют Достаточно высокую Калорийность Вы получаете Набор веса И в принципе Хорошо Если вы Пытаетесь его набрать Если есть Гипертрофия Если есть Элементы Дистрофии Тут нормально Все прекрасно Если же вы Имеете нормальный вес Или склонный К повышению Тут нужно смотреть Сколько растительного масла Нужно принимать В один прием пищи Тем более Что если вы Растительные масла Начинаете увеличивать В своем рационе И пытаетесь Питаться правильно А правильное питание Это От 5 до 7 раз в сутки Вы понимаете Сколько растительных масел Попадает в организм Автоматически Появляется Дефицит Внешнего холестерина Из которого Строятся клетки Ремонтируются клетки Из которого Делается Половина гормонов Которые Работают в организме Человека Вы попадаете На атеросклероз сосудов Поэтому Важно правильно Комбинировать Животные И растительные Жиры В рационе питания Тогда проблем не будет Вы знаете Лечение маслами Оно эффективно Но тут Перебор горит Поэтому Нужно понимать Что Суточная потребность Жира Грамм на килограмм Веса Из них Только треть Потребности Должно быть Удовлетворено Растительными маслами А две трети Это все таки Животные жиры Нужно не забывать Что есть Желтовки яиц Что есть сметана Есть украинское сало Есть жирная рыба Где Есть нужные Вам компоненты Есть животные жиры Которые тоже Нужны Для здоровья Что еще важно В этой ситуации То есть Если вы понимаете Что В каждом приеме пищи 5-7 раз в сутки Когда вы кушаете То есть Малыми порциями Вы бережете свое сердце Вас не интересует Обострение Хронического панкреатита У вас все это Прекрасно происходит Плюс вы умножили На фактор Времени И желчегонный эффект Помогает восстанавливаться В вашей печени И вы получаете Великолепное Оздоровление Плюс Что вы еще получаете Непременным следствием Да Желч Это самый сильный Раздражитель Для кишечника Вы легко Устраняете запоры И это тоже хорошо Вы автоматически С восстановлением печени Получаете еще и Очищение кишечника А хороший кишечник Равно Восточная медицина Она Известно Исследовала Эту ситуацию Меридиан Толстого кишечника Где самая большая Грязь собрана В организме Человека Связан с меридианом Легких То есть Автоматически Паровозом Вы получаете Очищение Еще и легких То что я вам говорил Вот вам Бесплатный бонус Вы автоматически Еще и улучшаете Состояние дыхательной системы И вы знаете Не стоит увлекаться Масляными клизмами Да Они могут помочь Очистить вам Толстый кишечник Но Напомню Из тонкого кишечника Которые Масла при правильном Использовании Помогают очищать Всасывается Примерно 15 литров Пищеварительных секретов А из толстого кишечника Где работают Клизмы В том числе и масляные Всего 200-400 мл То есть Можете посчитать Долю Очищения Кишечника Клизмами И долю очищения Кишечника Заодно и вашего организма Правильным использованием Растительных масел Поэтому На мой взгляд Лучше все-таки Использовать Комбинацию Растительных масел И правильное питание Чтобы получить Больше здоровья Автоматически Улучшается Пищеварение Автоматически Улучшается Состояние кожи Других органов Систем То есть Вы автоматически Переводите свой организм В более чистое состояние И вас уже не интересует Падение иммунитета От различных систем Вас интересует Сезонное обострение Вирусных Бактериальных инфекций Книжка по лечению Гриппа Есть как Предупредить Осложнение Все легко И просто Делается Вас не интересует Падеж иммунитета И перспективе Развития Онкологии Вас не интересует В принципе СПИД Вас не интересует Другие инфекции Сейчас Эпидемия Туберкулеза Вас не интересует Мужская потенция Женские Различные заболевания Потому что организм работает Легко и просто Если вам нужно Чуть больше узнать Про правильное питание Не вопрос На моем канале Вы можете найти Консультации Врача-диетолога Онлайн И посмотреть Там около 40 минут Полезной информации Про правильное питание Как правильно комбинировать Различные продукты На протяжении дня Чтобы получить Больше здоровья Если же вы понимаете Что в принципе Оздоровлением Вы занялись Не с самого детства И кое-какие Проблемы у вас возникли Они может быть Вас и смотивировали К тому Чтобы заняться Очищением организма Возможно Вам нужна Реальная моя консультация Когда вы видите Контакты Вы можете по ним Тоже обратиться Тем более Что я вот только сейчас Рассказываю вам Только о Общих свойствах Лечебных масел А ведь вы же понимаете Что масел Миллион сейчас Скажем Масло тыквенное Более симпатично Осенью Зимой Когда нужно удалять Паразитов На каком-то этапе Вы вспомнили Что есть паразиты Как с ними справиться На самое простое Введите тыквенное масло В свой рацион Если вы понимаете Что вам Вы мужчина Старше 20 лет А женщина Старше 35 лет Возможно У вас уже Напряженно идет Обмен холестерина Или вы имеете Избыточный вес Или у вас есть Жировой гипотоз Или вы в принципе Когда-то переболели Гепатитом Понимаете Что печень у вас Не самая сильная Она с атеросклерозом Борется не лучшим образом Введите свой рацион Масло льна Не вопрос Если вы понимаете Что у вас Как-то система Кроветворения Хуже работает Чаще это относится К женщинам Детям Вспомните масло кунжута Да Оно стимулирует Кроветворение Но тут нужно понимать Что По какой причине Нарушилось кроветворение Если у вас есть Анемия Тромбоцитопения То стимулирует Костный мозг Можно Но лучше все-таки Правильно очистить Организм Потому что Когда токсин Находится в кровеносном Русле Он связывается С эритроцитом Появляется анемия Если он связывается С тромбоцитом Появляется тромбоцитопения Параллельный иммунитет Будет не самый сильный Потому что Токсин в крови Будет подавлять Иммунную систему Вернее Испытывать ее возможности Вы понимаете Что вам нужен Просто комплексный подход Конечно Если вам не хватает Витамина А Если вы плохо Видите меня на экране Возможно У вас Витамина А Не хватает Для органов зрения Если у вас Уже развился Атеросклероз Возможно Вам витамина А Не хватает Для того Чтобы предупреждать Развитие Атеросклероза В сосудах Если вы понимаете Что у вас Может не хватать Витамина А Для иммунной системы Не вопрос Вы знаете Витамина А Великолепный Усилитель Работы Иммунной системы Он великолепно Ее оптимизирует Работу В том числе И в борьбе с онкологией Потому что Рак это тоже Иммунодефицит И дефицит Витамина А В первую очередь Ну и витамина Е Во вторую Оба витамина Предупреждают Эту патологию Витамин Е Кстати Это великолепный Витамин для размножения А если витамин Е Есть в пище То население Страны не сокращается Увеличивается Потому что Количество бесплодных пар Начинает резко уменьшаться А где взять Самые лучшие Источники Витамина А и Е Ну масло Плодовых Влепихий Масло плодовых Шиповников И вы понимаете Что Вот правильная Комбинация Вот этих масел На протяжении дня И на протяжении жизни Поможет вам Сохранять здоровье Лучше Вот И жить дольше Тем более что В принципе Если вы начали Этим заниматься С детства А с детства Нужно заниматься Когда Нужно До Оплодотворения То есть До того Как яйцеклетка Встретится Со сперматозоидом Еще за полгода До этого Оздоровить Будущую маму А как минимум За три месяца До этого Оздоровить Будущего папу Тогда встречи Яйцеклетки И сперматозоиды Будут на самом Высоком уровне Здоровья И ребенок И ребенок Который родится После такой встречи Будет иметь Самое лучшее здоровье А поддерживать здоровье Значительно проще Чем его возвращать Не все Можно вернуть Тем более что Вы можете Приобрести Любой набор Из 30 тысяч Имеющихся на сегодня Заболеваний Известных на сегодня Заболеваний Вы знаете Более 10 лет МКБ 10 пересмотра Уже не пересматривали Я думаю что список Может быть Значительно шире Поэтому хотите жить лучше Хотите жить дольше Хотите правильно очищать Свой организм маслами Ну свою версию Как это делать В режиме реального времени И на протяжении всего года Я уже вам рассказал Если вам нужно Больше информации Не вопрос Контакты вы видите Вы по ним можете обратиться А я подумаю Какое еще видео Написать для вашего здоровья И активного долголетия До новых встреч На моем канале Не забудьте поделиться Со своими друзьями И родственниками Этим видео Оно очень на мой взгляд Интересно получилось До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok